В этот раз большое мероприятие проводилось сразу параллельно в двух форматах – онлайн и офлайн. Ветеранские организации на этом завершают этап подведения итогов пятилетки, определяя планы на будущий аналогичный период. Эта работа на уровне городов и районов фактически закончилась. Впереди областная отчетно-выборная конференция. Многое было сделано за это время. Сегодня в числе приоритетных задач для себя представители движения в первую очередь отмечают активное взаимодействие с молодежью. Наша задача всеми силами – единство, сплощенность на диалоговых площадках, на соседаниях, на всех формах работы заниматься этим. Молодежь – то же самое. Мы с ними должны быть постоянно, им это говорить. Участниками пленума стали представители вертикали власти. Обращаясь к присутствующим, заместитель председателя Брестского области полкома Геннадий Борисюк отметил, что руководство области всегда держит во внимании те принципиальные позиции, которые предлагает для рассмотрения ветеранское движение, ведь в него входят авторитетные люди с большим жизненным опытом. Это движение всегда занимало значимое место в жизни и в решении многих социально-политических вопросов. И вы это прекрасно знаете. Потому что прежде всего в этом общественном движении находятся те люди, которые не на словах, а на деле доказали, что они искренне любят свою Родину, они искренне хотят, чтобы развивалось наше государство в правильном направлении, чтобы мы решали различные вопросы. И эти люди своим авторитетом, своим, наверное, жизненным путем это доказали. И во главе этой организации не было случайных людей, были те люди, которые действительно достойны этого. Одной из главных тем на повестке пленума стало избрание руководителя областной ветеранской организации. Кандидатура Вячеслава Хафизова была предложена не случайно. За его плечами большой жизненный путь, опыт работы на руководящих должностях, умение принимать правильные решения. Сегодня свою деятельность новый председатель организации видит в том, чтобы изыскивать дополнительные возможности для социальной поддержки ветеранов, а также привлечение обладателей золотых лет к более активной общественно-политической деятельности. Своей главной задачей я вижу вопросы социальной поддержки наших ветеранов. Это и в области медицины, в области торговли, в области бытовых услуг. Это, наверное, главное направление деятельности областной ветеранской организации. Ну и второе, это привлечение активной части наших пожилых людей к общественно-политической жизни. Ветеранское движение – это особое движение. Это люди, которые имеют утвердившийся стержень, которые имеют определенные и правильные, я бы сказал, взгляды на существующую ситуацию. И думаю, что их отношения и их влияние, оно во многом будет содействовать как развитию социально-экономических, так и политических задач в нашем обществе.